слава украине привет всем от полонского ребята я уже рассказывал вам о российском ипсо то есть о том что как они работают да они создают копий сайтов западных таких репутационных агентств новостных копий и адрес веб адрес отличается там на одну букву и все достаточно уже да например там я не знаю вашим компост точка ком а у них там вашим компост ты ты например чтобы одну букву ти добавляешь точка ком то же самое правильно вот ну то да не то это получается уже российский сайт на но который мимикрирует соответственно дает лишь липовую информацию и на эту липовую информацию ловятся люди и обращают внимание российские пропагандисты да так вот из этой же оперы вот они 3 ноября опубликовали якобы статью ну сделал технически было по-другому но брехня такая же точность пустили скрин по своим соц сетям порошистским скрин из газеты вашингтон пост от 3 якобы от 3 ноября за авторством некого криса господи прости как его там фамилия мантисори по-моему а не мультисанти крис мультисанти и там написана статья о том как украина якобы продавала оружие хамасу какой ужас кошмар да жуньте жуньте вашингтон пост в возмущении значит скрин статьи из вашингтон пост все вот хохлы мы вас поймали как оказалось проверили вашингтон пост такой статьи не существует и не существовало никогда в жизни проверили статьи вот этого самого криса мультисанти такой статьи он не писал от слова вообще лупс то есть они сейчас не в душаются даже знаете таким вот откровенным враньем то есть в ряде случаев они используют но такие более дипфейковские варианты это когда действительно они создают копию того же рейтерс копию значит любого другого ассоциейтед пресс мало ли что да и потом через эту копию распространяют дезинформацию но в данной ситуации ведь вата все схавает вате все равно ты им скажешь хрю он тебе скажет хрю хрю ты ему скажешь а ну хрюкнет три раза но хрюкнет три раза это же понятно да вот то есть зачем заморачиваться например с каким-то фальшивым сайтом напрягать программистов что-то там делать переписывать эти статьи если просто можно взять склепать какой-то галимый текст сделать с него скриншот фейковые понятное дело что все фейковое выдать это за статью это в вашингтон пост или откуда чикаго трибюн откуда хотите и сказать что украина продает оружие хамасу или например что украина вступила сговор с гвардейцами кардинала с альфа центавры вата схавает абсолютно все я к чему понятное дело что на западе хотя там тоже это почитали интересно что вот расследование провели не украинцы расследование провели на западе и долго смеялись потом ну верить вообще знаете когда что-то любой текст который идет из зоны точка ру ну это уже это уже фуфло да то есть все что идет зоны ру это уже как говорится даже не стоит прочтения потому что в 95 процентах случаях это случаев это оказывается просто ерундой пшиком да уткой и псу ну вот на западе как-то с этим немножечко они не сталкивались но сейчас когда просто пошло такое обилие фейков что из зоны ру не тоже 95 процентов а уже чисто сто процентов или скажем так ладно окей где там одна сотая процента может быть какой-то там правды идет до 99.99 процента не то что фейком выдумано выдумано взято из воздуха просто тупь какая-то несуществительная несуществительная бредятина и уже на западе на наконец-то начали прозревать и понимать с кем они имеют дело не зря кстати вот эта же самая пропагандонская помойка этой симонян как арти называется забанена уже в большинстве стран европы потому что как только они открывают свой грязный рот оттуда уже несется ложь и ничего кроме лжи ну а вот это вот бредятина с продажи якобы продажей украиной якобы оружие кому-то хамас господи прости ну какой идиот это выдумал хотя еще раз говорю вата схавает и не такую жвачку